Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 3 по 9 апреля. На этой неделе настроение у представителей почти всех знаков зодиака будет переменчивым, как весенняя погода, но преобладать все же будут положительные эмоции, ведь хозяева первой половины апреля – жизнерадостные овны. Продолжит знакомить нас с этим знаком астролог Янина Балашова. Овен – символ знака зодиака. Овен – два барана, которые стоят, упираясь друг к друга рогами в землю. Люди, рожденные под этим созвездием, смелые и отважные. Это все вследствие влияния планеты Марс, планеты лидеров и воинов. Представители огненной стихии энергичны, благородны, импульсивны и нетерпеливы. Эти люди любят конкуренцию и стремятся к победе. Они защищают и заботятся о более слабых. Люди, рожденные под знаком овна, никогда не задумываются о последствиях. Их девиз – зачем ждать? Надо действовать, стремиться, бороться, бежать. Окружающие часто в нем видят капризного и ревнивого ребенка. Его интересы значимы для него. Овны и мужчины, женщины, схожи по характеру. Люди этого знака – прекрасные организаторы, спортсмены, врачи, полицейские и военные. Представители огненной стихии – хорошие исполнители. Также они легко поддаются обучению иностранным языкам. Главный совет звезд для овнов на ближайшие 7 дней – постарайтесь не устраивать скандалы из-за мелочей. Будьте тактичны и вежливы, особенно с друзьями и родственниками. Неделя у тельцов будет наполнена общением и знакомствами с новыми интересными людьми. Работы накопилось очень много, и вы, как всегда, незаменимые, поэтому расслабиться не получится. Первые дни апреля затянут близнецов круговорот событий, деловые встречи, романтические свидания и дружеские вечеринки. И самое интересное – вы успеете абсолютно все. Наслаждайтесь активным образом жизни в начале недели, а вот к выходным лучше избавить темп, даже если это заставит вас отказаться от намеченных планов. У раков неделя будет спокойной и гармоничной. На работе все идет гладко, и в личной жизни наступил период полного взаимопонимания. Не исключено, что у львов возникнет ситуация, в которой им придется проявить твердость характера. Не стоит возмущаться, обижаться и громко выяснять отношения. Запомните, спокойствие – ваш главный козырь на этой неделе. Даже выходные. Не планируйте шумных вечеринок, они могут обмануть ваши ожидания. Лучше проведите время дома. Мы, следев о долгожданном отпуске, не дадут сосредоточиться на работе, которой накопилось немало. Съездите на выходные за город. Эта небольшая передышка поможет вам развеяться и получить хороший заряд энергии. В среду прислушайтесь к настроению руководителя. Если чувствуете, что начальник не в духе, лучше не идти к нему с новыми предложениями. На этой неделе у весов может неожиданно появиться больше свободного времени. Не сидите дома в одиночестве. Удивите свою вторую половинку приглашением на просмотр романтического кино или на выставку. На этой неделе скорпионам предстоит пересмотреть некоторые взгляды и жизненные принципы. Важно помнить, что погоня за двумя зайцами одновременно заканчивается нулевым результатом. Поэтому, решая тот или иной вопрос, тщательно продумывайте тактику и только потом приступайте к делу. На этой неделе стрельцам очень важно удержать равновесие как в эмоциях, так и в поведении. В первой половине нужно быть рассудительными, а во второй решительными и ответственными. И только в выходные можно будет расслабиться, перестать сдерживать свои чувства и как следует повеселиться. Неделя для козерогов достаточно благополучная в сфере личной жизни. При условии, если вы не будете раздувать из мухи слона, не стоит подозревать и ревновать. Будьте увереннее в себе и в чувствах избранника. На этой неделе водолеи преуспеют по части финансов. Из разных источников вдруг станут приходить деньги и совсем немалые. Рыбам на этой неделе желательно уделить больше времени личной жизни. Появится много сил, возможностей, смелости и решительности. Счастье не за горами. Нужно просто в него поверить. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова